Все знают, что мы сегодня собрались в честь преддверии концерта, который состоится 2 марта в Большом зале «Колармонии», который называют «Чубосим времен года», и на нем выйдут исполненные произведения Пиццолы и Вивальди в исполнении Антал Зала и Мариан Васильева. Мариан Васильев была здесь. Угостят, да? Уже прилетела. И Антал еще летит, но поэтому мы сегодня Мариану будем за двоих спрашивать. Он также у нас будет участвовать в концерте ансамбль солистов «Сарсо». Это какого-то академического? Да, все же знают. Может быть, тоже не знают. И сегодняшняя наша встреча, на самом деле мы хотели бы встречаться чаще, и концерт это частично повод, но есть много о чем поговорить, есть деятельность фонда, есть концертная программа, есть планы фестиваля скрипичной музыки. И обо всем этом мы, в общем-то, любим и можем говорить очень долго, тем более, если есть какие-то вопросы. Но на самом деле можно и без вопросов. Мы просто будем вас заваливать информацией, а вы будете какую-то часть из нее, возможно, использовать, возможно, запоминать, возможно, передавать из уст в уста. Я для тех, кто не знаком с Вячеславом, вот, Вячеслав Зуберборд, он президент фонда поддержки музыкального образования, который занимается непосредственным зарабатыванием денег в благотворительных концертов для покупки скрипок, которые передаются в дистиллер при консерватории, и является организатором первого скрипичного, первого международного скрипичного фестиваля. И концерт 2 марта будет являться завершающим концертом первого сезона этого фестиваля. Соответственно, для нас это такое большое событие, потому что позади. Какое количество концертов будет? Много концертов? Не два, не три, не пять, сколько? Пять, шесть? Сейчас, значит, 10 апреля, потом 18 ноября, потом 21 ноября, потом был концерт в Маунзале, потом, значит, это будет шестой концерт. Шестой концерт, то есть пять концертов прошло, шестой завершающий нам предстоит услышать, увидеть на большой сцене филармонии 2 марта. Вот такая преамбула, предыстория, если кто-то вдруг что-то из этой информации не знал. Теперь, наверное, мы перейдем где-то... То есть у нас сегодня три спикера, помимо тебя? Да, у нас три спикера. Я вообще не спикер. Ты не спикер? Я даже не модератор. Я просто радио, которое будет иногда выключаться, надеюсь. Да, у нас три спикера. Это Марианна Васильева. Да, у нас три спикера. Это Марианна Васильева. Да, у нас три спикера. Это 12 международных конкурса. 12? Кто может похвастаться? Можешь похвастаться. 12 международных конкурсов. Да, профессор высшей школы музыки в Мадриде. Это вообще профессиональное стяжение в камерах. Значит, у нас сегодня... Меня ты представил? Да, тебя выступили. Я не могу поддержать. Меня ты представил? У нас еще есть три спикера. У нас сегодня есть молодой писатель, у нас сегодня есть молодой писатель, у нас сегодня есть Ольга Маркарян. Да, Ольга Маркарян, как раз, если вдруг кто-то не успел загуглить информацию о том, в какой момент жизни Вивальди написал в свои времена года, или чем прославился пиццоло, и почему, в чьей обработке будет исполнено это произведение, потому что самое главное, для чего изначально таких инструментов было написано. Написаны были времена года в Буэнос-Айресе. Вот об этом, наверное, расскажет Ольга, но и не только про композиторов, про произведения. Значит, у меня такой предложение начать с Ольги. Да. Ты не против? Ну, это полная импровизация. План примерно такой и был, но предлагаю начать с Ольгой. У меня есть предложение. Ты остаешься здесь рядом с Ольгой. Я согласен. И ты будешь ее прерывать и задавать ей вопросы. Да, потому что меня предупреждали, что Ольга вот эту целую книгу приготовила, но часть, мы отрывки прочитаем, можно поаплодировать, потому что перед нас присутствует носитель информации, которую многие ищут в интернете, а на самом деле может просто спросить Ольга. Здравствуйте. Мне кажется, что очень символично, что мы сегодня на улице Рубинштейна. Здесь жил Антон Григорьевич Рубинштейн и братья Рубинштейна. Это основоположники музыкального образования в России, которое поддерживает он Вячеслав Азербайбург. И в такое хорошее время для России, 1861 год отмены крепостного права, 1862 год первая консерватория в Санкт-Петербурге, и через пять лет консерватория в Москве, и там и там мафия Рубинштейна. И очень здорово, кстати, Антон Григорьевич Рубинштейн говорил о музыке. Он говорил, что музыку, как и язык, нужно учить в детстве, потому что именно тогда можно понять дух языка. Не просто хорошо знать язык, а понимать его дух. И что, как учить санскрит или древний иврит, также учить музыку, это понимать язык божественного. По-моему, очень красиво. Ну вот, помимо того, что Рубинштейны поддерживают музыкальное образование, они еще знаменитые композиторы и солисты. И вот у нас тоже были солисты 2 марта. И произведения, написанные для сольных инструментов. Мне кажется, что можно прочертить такую некую связь, потому что, если хотите, можно любую связь прочертить. Но мы сейчас прочертим связь между Пьицолой и Левальдой, потому что кажется, что ничего общего между ними нет, кроме того, что у них есть теплозатый и неблагополит. На самом деле, общего можно найти. С одной стороны, у нас Пьицола, более нам понятный какой-то человек, человек мегаполиса, огромного, причем латиноамериканского, Буэнос-Айреса. А с другой стороны, человек такой закрытый, вроде бы аббат, маленькая Венеция, начало 18 века. Но на самом деле, получается, что не такой закрытый, не такой уж аббат. Священник был очень плохой из Вивальди, поэтому мы и помним о нем, как и композиторы. Он свою карьеру начал в 1703 году. Это тоже всем петербуржцам легко запомнить. В год основания Петербурга. Да, в год основания Петербурга он начал преподавать девочкам скрипт. Но очень быстро прославился именно как композитор и организатор концертов. Иванка, на самом деле, этой аскезы у него действительно не было. И как Буэнос-Айрес, это для нас город карнавала, так и Венеция, конечно, город карнавала. А начало 18 века в Венеции. Это Гальдони и Готцы, которых до сих пор у нас ставят самые знаменитые драматурги 18 века. И это маски. И даже с Гальдони и Гальдони пишут на его пьесах свои оперы. И поэтому для Гальдони, для него характерна такая не музыкальная черта. Он не любит идейность и такую возвышенность, такой платоновский мир идей, который, в принципе, музыку представляет дали от конкретики. А Гальдони как раз в музыке любит конкретику. Он любит называть свои произведения словами, если это концерт, инструментальная музыка. Он любит писать программу. То есть писать какой-то литературный текст, который бы объяснял, что там происходит. И поэтому он – это начальник программной музыки. Программная музыка, у которой есть название, есть фабула. Что-то близкое к литературе, к театру и, в принципе, к жизни более близкой. Ну, попробуем еще прочерчивать связи между этими композиторами. Вот они пишут этот быт, но мне кажется, что их можно назвать, если сравнивать с литераторами, двумя полярными профессиями. Бухать пишет как поэт. Он их предпослал временам года стихи непонятно чьи, поэтому всем нравится говорить, что его собственные. Но может быть. И его взгляд на этот быт, на эту красочно нарисованную жизнь, очень подробно прочерчен из мнениям птиц, которые прям все узнают в музыке, с картинками, которые очень живописная музыка. Все-таки это взгляд поэта, потому что это человек, который лирически воспринимает и созерцает мир. И совершенно иначе птиц, я бы его назвала драматургом. Он пишет действенно, и он пишет действующих людей, которые даже в каких-то чувствах своих, конечно, и страсти какие-то творятся в этом Бенус-Айресе, они очень действенны. Отсюда такая даже жесткость некоторая этой музыки. По-моему, очень такая красочная пряность. И, кстати, времена года Пиццола, правильно, полно произносить, времена года в Бенус-Айресе, а в испанском оригинале там есть слово порт, потому что это жизнь портового Бенус-Айреса во все времена года. И опять же он пишет имена о человеке уже, а не о природе, и о жителях этого города. Ну и дальше, продолжая их сравнивать, это ключевые дочки в развитии жанра. Вивальди — это вершина барочного развития концерта. Жанр концерта, который заполонил практически первое отделение всех концертов наших, потому что это концерт для исполнителей с оркестром. Ну, в основном играют концерты 19 века уже, этот жанр там расцвел. Но отталкивается он именно от той формы, которую выработали барочные композиторы. Барочные композиторы первые стали писать музыку для соревнований не хоровых голосов, как изначально у нас вся музыка идет из церкви, из хора, а они стали писать для инструментов. И поэтому изначально концерт — это оркестр и ансамбль, которые соперничают между собой. И вершина этого оркестр и уже один одинокий оставшийся солист, на которого ответственность этого главного голоса. И вот этот инструментальный концерт — вершина в творчестве Вивальди. И при этом он пишет для самых разных инструментов такая поворотная точка, очень интересно. У нас есть инструменты, которые больше не будут использоваться в академической музыке, в случае всяких изошлений 20 века, когда уже вернулись к старому, обратились. Но в принципе они ушли. Вот он еще писал для инструментов семейства Биола да Гамбо, Биола да Мур. Это альтернативное скриптам семейство, которое проиграло борьбу за место в оркестре. Но одновременно написал, например, для блокфлейта, которая тоже не вошла в классический состав оркеста. И одновременно он уже чувствует и новые инструменты. Мне было интересно узнать, что как раз в 1809 году, то есть как раз когда работает Вивальди, в соседней Флоренции изобретен Рояль. Понятно, что еще только изобретен, еще не заместил с собой все. Но вот Рояль. Не заместил с собой классический, да, но уже вот этот вот порох подогревается. И то, что будет играть на концерте Антал Залай, в произведении Вивальди, оно написано уже для скрипки. То есть это очень близкая нам. Это тот инструмент, который стал наиболее популярным сольным инструментом. Вот. И такая же ключевая точка жанра, мне кажется, можно сказать, и времена года яцового, хотя бы совершенно другого жанра. Это жанр танго. Вот я читаю, что жанр танго появился в конце 19 века. У меня сразу возникает вопрос. Что могло произойти такого, что вдруг появился новый жанр танцевальный? Это же странно. Появился в конкретном месте, вот в этом самом Буэнос-Айресе. И оказывается, что это жанр результата миграции. В конце, вот в 70-е годы 19 века из Европы массово едут в Аргентину. Почему? Потому что есть серебро. И Аргентина, оказывается, однокоренное слово с Аргентом, серебро. Едут на границу с Ургваем, там есть такая река, которая называется Серебряной рекой. И там собираются поляки, испанцы, немцы, то есть для европейцев даже разные, итальянцы. Вот дедушка Пьетцола, итальянец, приехавший искать счастье в Аргентину. И они, конечно, у них нет между собой общего языка. С серебром ведет не всем. Они обосновываются в этом Буэнос-Айресе, живут, естественно, бедно, потому что у них ничего нет, они эмигранты, работают во рту, и им нужен какой-то общий язык между собой. И между местными жителями, и аргентинцами, и африканцами, которые тоже, за счастьем, туда приезжают, и уругвайцами. И находится этот общий язык, они создают общий танец. Представляете, как это здорово? Танец, который и фламенко, и венский вальс вмещает, и африканские ритуальные пляски, пляски местных уругвайских идейцев. Вот все это входит одновременно в один танец, который нам сегодня кажется таким совершенно естественным и монолитным. А на самом деле, я читала, что танго, это вообще вроде как африканское слово, и должно оно относиться к какой-то ритуальной службе. Но там настолько много переводов, что поверить, какой из них правильный, я не решилась. И при этом, если мы говорим про зарождение танго, а пиццоло уже реформатор. И вот появляется пиццоло, когда танго уже совершенно свой аргентинский жанр. И, кстати, вот схвативший этот бандонеон, это инструмент, в котором всегда изображен пиццоло во внимании, это вариант аккордеона, правильно говорить, вариант гармоники, который тоже был создан в Германии, и приехал из Германии, тоже европейский, а воспринимается уже как исконный аргентинский. И был создан, на самом деле, для исполнения церковной музыки как альтернатива своего рода органу, потому что эта система мехов и язычков — это такой микроскопический орган. Причем меня очень тронула история, что его не производили в Аргентине. Так, несмотря на то, что он в Европе совершенно непопулярен, популярен в Аргентине, они пользовались немецкими бандонеонами, и фабрика была разбомблена во время войны, и у них возникла большая проблема, потому что каждый этот инструмент стал антикварной редкостью. Представляете, только два года назад аргентинцы заявили, что они разработали и поставили уже на поток производство своих бандонеон. Так вот, пиццоло... Миша сделает, когда я дейду, пиццоло. Да, да, да. Пиццоло, потому что мы вроде как поднимаемся на вершину, а на самом деле погружаемся в глубину. Докрываются там. Да, добиваются там глубину. И вот пиццоло, он уже подходит к этому жанру как реформатор, он не хочет оставить его как танец. Ему интересно сделать это классической музыкой, ну, грубо говоря, музыкой для слушания, а не для танцевания. То есть, в общем-то, повысить класс танго. И ему, конечно, это дается. Но мне кажется, что особенно это ему дается именно в том произведении, которое исполнит Марьяна Васильева, то есть в временах года. Потому что там пиццоло обременен той традицией, к которой он обращается. Ну, раз уж он берет такое времена года, о которых писал Левальди, то ему приходится считаться с тем, что это форма концерта, классическая форма, ворочная. И поэтому он не развивает так, как он обычно развивает танго. То есть, послушать, он в основном работает с вуляцией и с формой ронда. Здесь у него гораздо больше тем. В каждом мелодизме отличаются эти темы внутри, и они начинают входить в спор. То есть, это такая разработка, которая наработана всей мировой академической музыкой, которую завиваете, там, поднимали мельские классики, и Бетховен, и Моцарт. И таким образом, это такое произведение, которое ставит этот мультикультурный, такой полународный, полу-мегаполисный танец в контексте всей европейско-академической музыки. В общем, я закончила. Браво! Спасибо большое! По верхам, надеюсь, все поняли место произведения Пиццова и произведения Вивальди связь, но она еще больше. Вот именно в концерте 2 марта. Почему? Ну, я на самом деле, я не знаю, как тебе ответить, почему. А я знаю, как это ответить. А ты сам знаешь, я знаю вопрос, это ответ. Нет, я встал, на самом деле, и не просто так, потому что, на самом деле, готов наш небольшой сюрприз для тех, кто... Ну, многие из вас знают о том, что мы приобрели 4 детских старинных скрипки. Первую скрипку, на самом деле, она пролежала на антресоле на улице Чайковского, здесь, в Петербурге, больше 20 лет. Человек, который мне эту скрипку передавал, я подчеркиваю, не владел, а передавал, была фамилия Рубинштейн. Говорит, ничего не происходит в жизни просто так. О покупке этой скрипки я договаривался с человеком, проживающим в Израиле. А прослушивала эту скрипку и принимала решение о покупке Марьяна Васильевна. Она тогда тоже была в Петербурге. Я говорю, Марьяна, нам предложили инструмент, его надо смотреть. Это какого года инструмента? Я вам сейчас расскажу. Инструмент, на самом деле, уникальный по двум причинам. Мы сразу поняли, кому этот инструмент нужен. Я вам так скажу. Дело в том, что это четвертинка. Это вот такая вот скрипочка. Вы сейчас ее увидите. Вот такая вот. Вот такая. То есть четыре человека. Вот такая скрипочка. Значит, она середина 19 века немецкого мастера. Я не буду сейчас вам говорить, кто этот мастер. И вообще, у меня много говорят, сколько скоют ваши скрипки. А кто их сделал, понимаете? Я вам скажу так. Мы на самом деле скрипки покупаем не за... Для нас это не коллекционная ценность. Для нас это инструмент обучения детей музыке. И для нас самое важное, это то, как звучит этот инструмент. Марианна сразу на вот этой маленькой скрипке сыграла концерт Чайковского. Это было очень смешно, потому что... Но все равно вы понимаете, что из такой маленькой коробочки выжать большой звук очень сложно, да? Так вот, эта скрипка, которая во всех абсолютно позициях, во всех, включая на баске, она звучит, она везде звучит. Вот, это с одной стороны. С другой стороны, нам была знакома девочка в десятилетке, которая учится в третьем классе, и она не очень большая. Ну, то есть ребенок небольшой. Вы сейчас ее увидите, вот этого ребенка замечательного. И Лиза уже учится, по-моему, ну, я думаю, что пятый год, да, наверное? Да. Да, пятый год. То есть это ребенок, на самом деле, одаренный, который, в общем, получает очень серьезное профессиональное образование, да? И ей этот инструмент очень нужен был. Почему? Потому что, когда ребенок учится, ему очень важно получать удовольствие от того, как он слышит себя самого, да? Вот это принципиально. Потому что дети, ну, конечно, можно их из-под палки заставлять что-то, но очень важно, чтобы они получали от этого удовольствие. Вот. И, а удовольствие получать на маленькой скрипке очень сложно. Вот. И поэтому это очень ценно было, что это была хорошая и очень маленькая скрипка. Вот. Так вот это был первый инструмент, который мы приобрели для фонда. Лиза играет на нем примерно два месяца. Я думаю, что три месяца. И буквально на прошлой неделе она выиграла конкурс здесь, в Петербурге, который называется «Окно в Европу». Мы вот этого и не знали, ничего, вот нам об этом сообщили. И мы решили Лизу сегодня сюда позвать для того, чтобы она сыграла вот ту виртуозную пьесу на той самой скрипке, которую мы ей дали играть. И благодаря вот чему, собственно говоря, выиграл этот конкурс. Я все, наверное, закончил. Я предлагаю сейчас послушать Лизу. Да. Лизу. Да. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 обычным, ну, грубо говоря, китайской палочкой, да, вот, и, ну, я знаю просто от педагогов и от родителей, что они настолько сразу услышали разность звучания, да, когда в правой руке у ребенка появляется по-настоящему хороший, качественный смычок, вот, опять-таки, вещь не столько дорогая, сколько не так просто найти, редко, да, хороший детский смычок, это, взрослые смычки, пожалуйста, хватит только деньги, ну, 100 тысяч долларов за смычок, то есть, вот так, чтобы вы понимали, да, взрослые смычки, да, а детские смычки, ну, просто реально, это вот, это редкость, да. У меня вопрос еще тоже касательно Лизы, просто многие задаются вообще вопросом, а зачем покупать, и зачем детям нужны маленькие скрипки, и для многих открытия, то, что их много разновидностей по размеру, вот, мне просто интересно, когда Лизе понадобится следующая скрипка по размеру, ну, примерно, как-то бывает, сколько еще она может играть на четвертии? Ну, я думаю, что, понимаете, здесь все зависит от того, как растет ребенок, и как меняются его пропорции, потому что далеко не всегда вопрос в гости, да, иногда вопрос в пропорции, венеру, в соотношении пальцев и кистили. Здесь очень сложно догадать, бывают у детей тоже резкие скачки, когда они внезапно, вот, ребенок ушел на каникулы, и в 3 недели уже приходят, и думаешь, господи, что же с этим делать, что ли? Поэтому, ну, я думаю, что в случае с Лизой, она у нас, человек, стабильный, но это, наверное, через годик не ранее. Нет, ну, давайте, Лизе, на самом деле, пожелаем расти и развиваться, потому что со скрипками проблем нет, мы, слабо, что-то уже влубили. А изначально эта скрипка была детская, это когда-то давно? Нет, конечно, это будет детская скрипка. Это из детской, и изначально, то есть, естественно, для детей, которые занимались музыкой. Я вам расскажу, вот отец Максима Венгерова, недавно мне рассказывал, что когда Максим начал заниматься, играть на скрипке, у него эта четвертинка была первой скрипкой, плюс он был не самый маленький ребенок. Вот, а в пять лет он уже играл вот на такой скрипке, да. Так вот, он сказал, что он купил скрипку современного мастера, это был, соответственно, как я понимаю, 79-й год, в 79-м году, он заплатил за скрипку современного мастера 500 рублей. Он сказал, что он работал в оркестре, он был габаристом, и его зарплата была 150. Он как-то пытался вот говорить, что вот, и он понимал, что это для ребенка очень важно, вот для того, чтобы ему было комфортно, легко извлекать звук. Слушайте, а в селе 18-м году у нас веки детские главы? Ну, это все, где они физические, да. А тогда и где привел с первой детской скрипкой? Нет, ну, слушайте, я думаю, что первая детская появилась тогда же, когда первая взрослая. Но, как бы, я думаю, что... Дома, да? Дома к ней? Я не знаю, это вопрос, наверное, со стихой истории, если... Вот сегодня на конкурсе, давай. Ну, да, просто, мне кажется, в любом случае... Ну, слушайте, где вы на конкурсе? Ну, как бы, вот, дети, в принципе, обучаются музыке. Они играют дома, они играют не до бога, они играют везде. Я просто, я предположу, как, ну, профан в этом вопросе, предположу, что с тех пор, когда появилась классическая музыка, игра на скрипке стала популярной, и ей стали обучать, люди не сразу же с взрослого возраста начали только пользоваться большим скрипкой. Потом подумали, как же нам учиться с детства, сделаем четвертинги. А, ну, понятно, да? Они, ну, расписываются как-то, ну, это просто очень логично. Слушайте, я, на самом деле, слышал о том, что есть скрипки детские из родевая. И у них. Да? Есть? Есть? Ну, нельзя видеть, но есть, да. И они стоят дороже, чем взрослые. Нет, они не могут быть дороже, чем взрослые. Хорошо, нет. Но это, как бы, немножко против законов жанра. Хотя, знаете, я вот сейчас в «Щерпунчике», девочка, которая победила, скрипачка, я был в Москве на репетиции генеральной этого конкурса. Вот, и когда она начала играть концерт Мендельсона, сколько ей, 9? 9? 9, да? То есть она ровесница Лизы. Вот, в принципе, примерно похожего роста. Она проживает в Лондоне, при этом китаянка, насколько же мне, и он стоит в Китаянке. Вот, и я вскочил просто с места, я потому что не поверил. Стоял оркестр, да, и вдруг этот ребенок играет концерт Мендельсона, при этом играет его вот с такой маленькой скрипки. А ощущение было, ну что это солист настоящий. Я вскочил, начал снимать. У меня есть смартфон, это видео. А можно сказать, что Мозорг маленький, и глава такой скрипки? Конечно. Вот именно Мозорг играл на такой скрипке? Ну, не на этой конкретно, но, безусловно, на детской. Я вам объясню, ну, просто физически он не мог, он же не мог родиться метрах, там, не знаю, в 7. Он, очевидно, родился меньше, несколько размеров. И нам всем известно, что он играл в детстве на скрипке. Поэтому играть он мог только на детском скрипке. Вот на таком, да? Да, да. Но видео нет. Только вот, только рассказы на смартфоне. К сожалению, на смартфоне он слава только видео, вот на детском. Да, причем, да, не, не, да, к сожалению, не Мозорг. Я бы тоже много отдал бы, если бы у меня была возможность послушать, как Мозорг играл сам лично и посмотреть. Нет, на самом деле музея Мозорг стоят, что появились здесь, да? Да. Я сейчас пытаюсь, я был в этом музее. Заня, как я, да? Смотрите, а у нас есть скрипка, где стоит стильная печать? А вот богатый, сзади был. За охладные деньги. За охладные деньги. Это не всегда. Как правило, нужно встать на будущее. Итак, я предлагаю немножко, у нас будет время продолжить и задавать вопросы какие-то более детальные. Возможно, можно очень долго вообще разговаривать про классическую музыку, а если углубиться в скрипку, то мы тут останемся надолго. Я предлагаю вернуться к концерту 2 марта. Да, 2 марта. На сцене Большого зала Белармонии Миша Стаковича. Значит, пройдет концерт. Заключительный концерт первого международного скрипичного фестиваля, в котором будет исполнена, ну вот официальная программа, все его, наверное, видели и знают. Вот это времена года Бибальца, времена года Пиццолы, ну вот, но вообще говоря, в двух словах, давай позовем Мария. Да, Мария, Мария, можно, пожалуйста, вас позвать сюда, потому что есть, насколько я знаю, да, в центре прям, вот, нужно выходить, играть, ждите. Есть предыстория, вот как у нас была похожая ситуация с желтыми звездами, рано или поздно возникает идея, замысел концерта. И у меня, по крайней мере, как у человека, который не с первых шагов вместе с фондом, но мне это очень интересно, и поэтому я могу задавать эти вопросы, возник вопрос, как появилась идея именно этого концерта. Мне оказалось, что, как и идея концерта предыдущих, она принадлежит Славе, Вячеславу. Ну, на самом деле, отчасти и так, и так, и нет, значит, была такая история. Значит, я, в силу того, что я сам играю на инструменте, я знаю о том, что есть некоторое количество замечательной музыки, написанной для двух скрипов, для двух скрипов. И, с другой стороны, я, ну, поскольку я хожу и слушаю музыку, я знаю, что это очень редко исполняемое произведение с большой эстрадой. И я, на самом деле, понял, что есть такое желание, что вот эта музыка обязательно должна произвучать в нашем фестивале со сценой Большого зала «Филармонии». И я рассказал об этом Мариане. Мариана предложила, собственно говоря, вот эту вот программу, такую очень хитовую. Ну, это было так. Это одна из программанов. И да, но это, что мы только джойки же. Да, да, да. Ну, мы не решились, конечно, совсем на камерную музыку в Большом зале «Филармонии». Вот, и поэтому решили так, что мы позовем публику на вот эти два больших известных произведения, а потом уже в качестве весов будут исполны несколько произведений, воспитываний уже наших двух солистов. Вот, и, собственно говоря... Да, и то, о чем я написано в программке, я все время спрашиваю, почему. Ну, это такое, то есть, как кажется, что это... Ну, я раскрываю секреты именно для того, чтобы придать какую-то, может, пикантность нашим... Ну, на самом деле, это самое главное, ну, по моему мнению, я вот, когда не знал эту историю, по мне, так, это самая интересная пикантность. Одно дело, исполнение четверку времен года, времен года Ревальди, другое время, другой вариант пьет соло, а третье, это то, что вместе с этой программой звучит еще и дуэт. Да, значит, ну, я Мариане сказал, что мы хотели сделать этот концерт вот с венгерским скрипачом Анталом Залаем, а она сказала, что рассказала историю, собственно говоря, что они уже встречались, они знакомы, и в каком 2000... 11-м году. Давай, подхвачивайте, да, поехали. Я не молчу. Я хотела бы немножко продолжить то, что было очень интересно нам рассказывать о роли, и хотела бы еще подвести такую интересную чудесу под этой программой. Дело в том, что мне соло в оригинале написал времена года не для этого состава, не для солирующей скрипки и камерного оркестра, а для камерного принцесса. То, что сделал Леонид Аркадьевич Десятников, который является нашим техническим получательным композитором, фактически он вывел скрипку на сольную партию и сделал у меня лично еще более интересное произведение. Таким образом, можно сказать, что у нас даже и Петербург участвует, именно Петербургская музыка участвует в этом концерте. Еще можно очень интересно так подумать, что ведь танго танцуют мужчина и женщина, и в концерте в этом тоже принимают участие в такой же состав, который в итоге выйдет и будет уже после официальной программы играть непосредственную модемию. Это тоже, в своем роде такая пикантная подробность. С Анталом мы действительно встречались на конкурсе «Пражская весна». Получилось так, что я выиграла конкурс. Но на самом деле нам это ничего не было неизвестно. Мы просто хотели позвать Антала, потому что, с одной стороны, нам кажется, что он очень серьезный музыкант и незаслуженно так получилось, что он не играл в Петербурге. Пару лет назад был анонсирован его концерт в малом зале, но он не состоялся, он был отменен. Я не знаю, по каким соображениям, экономического толка. Но поверьте мне, что то, что мы знаем об этом музыканте, через записи, которые мы видим, говорит о том, что он очень интересный. Антал, замечательный, если сейчас вступать. Он тоже, кстати, играет эту программу, на которой отваживаются немногие, «24 каприца» погоним. То есть, и в принципе, мы сейчас уже с ним в контакте, общение, он замечательный, если сейчас человек. У него очень хороший канал на YouTube. Да. В котором просто огромное количество видео, и он там это... Сейчас как раз закончились «24 каприца», вот по каждому капрису в день. А, да. Дед Моль, просто немножко в двух словах расскажем. Дело в том, что во втором концерте нашего фестиваля Марианна исполняла все «24 каприца» погониме вместе с народным артистом России Сергеем Громашовым, который выступал тогда в этом концерте. Он читал одну из флорентийских новелл Генриха Гейна, посвященную как раз концерту погониме. И вот этот у нас был такой вечер, 18 ноября, он тоже прошел с большим там пиететом, и Марианна сейчас, по нашим экспертным оценкам, является единственной девушкой, единственной скрипачкой, которая в один вечер играет все «24 каприца» погониме. Собственно говоря, это была там интрига, да, в том, что очень редко исполняемое произведение, а на этой сцене вообще за сто лет, по-моему, это было пятое или шестое, шестое, по-моему, исполнение за сто лет. То есть здесь данные филармонии за сто лет шестое из филармонии. Ну, там, я не знаю, я думаю, что симфонию Чайковского шестую исполняли шесть тысяч раз, ну, может, не шесть тысяч раз, но триста, наверное, точно. Если вернуться к нашей программе, вот про десятников, просто мы так это сказали, между слов, между делом, но это, если уж я, ну, понятно, что я этого не знал до какого-то момента, может быть, кто-то тоже не знает, вот про переработку оригинального произведения и про то, как там появилась связь с Вивальди, которой, ну, по факту, ну, так откровенно-то ее не было. Я уверена, что была задача связать времена года Вивальди и Кицолы в один концерт, в одну программу, исполняя их, вот как и будет исполнено второго факта вместе, потому что у Кицолы нету в оригинале тех небольших вставок Вивальди, которые присутствуют уже вот в этой аранжировке. Назвать ее как таковую аранжировку я не могу, потому что это прекрасное, он же свое такое произведение, которое, конечно же, базируется на всех темах Астер-Кицолы, но гораздо для меня лично больше открыта скрипка, больше открыты каденции, и музыкальное содержание еще более интересное. Вот. И есть вставки из времен года Вивальди, таким образом, я думаю, что они же создавали это вместе с Вивальдом Кремлевым, так тяжело, конечно, об этом говорить, но я думаю, что изначально была такая... Была такая идея. Да. И там я читал, что вставки-то эти тоже по названиям немножко, ну так как у нас... Нет, по названиям нет. Ну, то есть они не пересекаются, я к этому. Ну, потому что там разные полушаги, зима, лето входят в зиму, зима входят в лето и так далее. Знаете, еще какой интересный факт, что нотный материал для оркестра этого произведения... Прислан из Буэнос-Айреса. То есть прислан нам из Буэнос-Айреса, а издательство в Азербайджане, да? Да. В Азербайджане. То есть Леонид Аркадьевич написал это произведение, да? Фактически нотный материал нам присылают из Латинской Америки, а издают... Ну, то есть вообще переплетение такое, что... Первый раз я исполнила эту программу в Буэнос-Айресе. Вместе с Вивальдом, естественно. Ты играла в оба произведения? Да. Потом... Это... Польша, Азербайджане, Азербайджане, Азербайджане. Эту программу очень любят с публиком. Конечно же, и Буэнос-Айрес тоже ее очень любят. Потому что огромное, конечно, наслаждение испытываешь от этой страсти, которая происходит там, да? А как определялось, кто какой бы произведение играть? Ну, мы на самом деле, с Мираной это решили. Просто сами. Антон, извини. Нет. Один вариант выбора нет. Нет. Нет, мы на самом деле ему предложили играть в Вивальдом. По-моему, сразу. Нет, нет, нет. Он сразу сказал, да, пожалуйста, но я бы очень хотел... А, точно. Да, 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 да. Было такое. А еще, может быть, мы там держим это все в таком секрете по поводу программы, которая будет после Вивальдом. Нет, нет, нет. Не говорим. Нет, не говорим. Там есть еще один момент, который до сих пор не урегулирован. А, ну ладно, мы не будем рассказывать. Хорошо. Ну, там будет два или три произведения в этом смысле. А, ну по количеству. Да, да. Вот. Я еще, на самом деле, хотел сказать, что и как на всех наших концертах, в Большом зале будет работать лаборатория по свету Глеба Фельштинского. Вот. Да, если вы были на шоу-то звездок или видели фотографии, то они отличаются откровенно так от обычных концертов в «Армонии». Вот. В этот вечер конкретно сам Глеб Фельштинский не принимал участия и не было никого возить с нуждыми. Но на самом деле тот же светорежиссер, который работал на 29 января, мы встречались, мы обсуждали, там есть определенные идеи. В общем, мы надеемся, что все это позволит публике, ну, получать дополнительное удовольствие и наслаждение от этого мужчины. Шикарно. Ну, все, ничего не добавилось. Все, что добавить можно было бы, все в секрете. И про то, что на самом деле сыграет Марианна Антал на концерте, мы узнаем только на концерте. А, Миш, я знаю, что забыл сказать. Дело в том, что Антал прилетит в следующую пятницу, в субботу. Он будет весь день преподавать в нашей школе десятилетки. Там пройдут 7 мастер-классов. Планировалось 6. Сегодня там прямо умоляли еще одного молодого человека. Причем это не просто молодой человек, а студент из Германии, который петербуржец. Он будет здесь и очень в России, чтобы... То есть они будут показать частные? Нет, это будут прямо в малом зале десятилетки на втором этаже, открытый мастер-класс. На третьем этаже? На третьем, да. На втором этаже большой зал. В малом зале. Ну да, по плану, да. У нас будет мастер-класс Антала. Будут еще репетиции с оркестром Марианны. Антала тоже будут репетиции. Марианны репетиции начнутся уже во вторник. Ну вот у нас чуть больше недели остается до концерта. И вот где-то за неделю начнутся репетиции, мастер-классы. Там самое насыщенное время. Это не концерт, который, к сожалению, часто, как сейчас бывает, играет практически с листа. Ну, я не буду там говорить, но это десятки часов проведенных репетиций. Очень серьезная, непростая программа, особенно пенсоры, там рваные ритмы, танго для академических музыкантов. Ну, в общем, это определенный вызов для фестиваля. И все понимают, что очень важно, чтобы все это было на достачайшем уровне. Так что мы надеемся, что концерт будет у нас. Приходите. Мы очень рады. Напишите, пожалуйста, такой. А можно мне вопрос вам довозить? Ну, не по этому концерту, а по предыдущему, который... На ваших поприцах озарили, и меня заинтересовало вот, что в принципе все, как бы, в полной серии играют. Почему же так редко? Из-за того, что это большие победы, исполняют в один вечер. И практически я не разумею. Это очень сложная программа. Я понимаю, что... Нет, так они вообще ходили. И это было не эмоционально. Потому что, чтобы обхватить весь цикл, требуется очень много часов. Нам помогут. Да, да. Вот где-то готовилась. Прежде чем первый раз эту программу в школу. В первые сроки мы не смогли посмотреть. Понятно, что уже потом это легче становится. И теперь, вот я думаю, что это вылазить играл. Но в принципе, это очень серьезная подготовка. Нет, потому что это очень сложная. Ну, понимаете, ну вот, во-первых, я вам могу, например, рассказать, я не буду называть фамилию, но один скрипач мирового уровня. Когда мы с ним, я рассказывал ему очень, он говорит, а зачем? Он говорит, а зачем? Зачем? А мне кажется, это не перейдет. А уже потом он говорит, ну, если честно, у меня не сложилось погонить. Ну, то есть, как бы, он вроде как все может, да, и всем все. Но вот так выйти, да, это вот все равно, что вроде все мы можем бегать. И вроде все на лыжах, да? Ну, вот так, представьте себе, мы здесь сейчас, да, и мы побежим в марафон 43 километра, да? Нет, это же у него крупнейший скрипач. Я вам сейчас говорю о музыканте, который играет в год 200 концертов. 200? 200? Я вам реально знаю, как он меня говорит, я не скажу просто его имя, но это не важно. Это, это, это не просто. Это очень большие подготовка, энергозатраты. И главное, я хочу сказать, в этом есть еще и определенная, и большая сложность для публики. Понимаете? В общем, неподготованная публика зачастую воспринимает это как этюды, этюды, понимаете? Есть ощущение у людей, что это что-то такое не про музыку, а про технику больше, да? Хотя на самом деле, на самом деле, вот мы тоже этого очень боялись. Почему появился гармашка? Почему появился свет? Почему появились эти новеллы, как Генрика Геймера? Именно для того, чтобы попытаться неподготовленному слушателю, да, объяснить вот всю эту драматургию, весь этот замысел композитора. Ведь на самом деле, только оставшись один на один с музыкой, и вот отодвинув от себя все остальные заботы, переживания, можно погрузиться, да? Вот мы попытались это сделать, я не знаю, у меня есть разные, были люди, которые говорили, что это было потрясающе, были люди, которые этого не поняли. Но для нас это было очень важно, мы хотели попробовать это сделать. Но это был такой вот эксперимент, для Петербурга в частности. Мне наоборот показалось, что это настолько интересно, мне было удивительно, почему другие крупности, по чьей так не делали. Так, заместитель Юрия Хатующа, Семерканова, Женя Петровский, он очень хорошо сформулировал, он говорит, капристы не только сложно играть, их сложно слушать. Все разделим, все сложно слушать. Я, возможно, себе не согласиться. С Петровским? У меня есть еще свое представление, просто потому, что стоя на сцене, я ощущаю, какая работа энергетическая происходит в публике. И, конечно, у меня есть одна удача. И я хочу сказать, что не было ни разу, чтобы я не получала удачи из зала, чтобы я не почувствовала, что публика это в основном поняла. И что мы, как всегда, вместе участвуем в процессе создания улыбки. Потому что для этого, собственно, артисты выходят на сцену, чтобы вместе с публиком, вместе с этой обмен энергетикой, обмен информацией, получилось, что какое-то чудо в идеале. И всегда к этому надо стремиться. Музыка Паганини, она очень мелодичная и, в принципе, не простецкая, но простая. Окруженная всякими виртуозными фуэритурами и фокусами. Ставить это всегда в угловых плаках только лишь виртуозным преподаванием. Большая ошибка многих очень скрипачей, потому что принято, в принципе, играть в каприсы по одному, по два. И это конкурсная виртуоз. И только когда знакомишься со всем циклом целиком, становится очевидно и понятно, что это одно, целое, большое произведение. Так мы не выходим играть сонату по одной части. И так, собственно, когда играешь в каприсы, в идеале, конечно, это играть целиком. Но для того, чтобы достигнуть хорошего результата, конечно, очень должно быть много составляющих. Должно быть техническая база, ну, какие-то такие бензидарные вещи. Должно, конечно же, быть очень много потраченных часов, а не все имеют возможность и желание тратить такого громадного потраченных часов на подготовку. Поэтому, ну, мне посчастливилось, слава богу. А я добавлю просто свое субъективное мнение, что мне кажется, почему он называется фонд поддержки музыкального образования. Многие первое, что называют, там, в перечислении, чем занимается фонд, это покупка, ну, проведение концертов и покупка заработанных средств из клипов. То есть понятно, очевидно, чем занимается фонд. Он занимается поддержкой музыкального образования с самых малых лет, воспитывая новое поколение музыкантов, которые и слышат, и слушают, и обучаются, и это влияет на их рост. Но по ощущению от фестиваля, почему фонд занимается организацией концертов этого фестиваля, эта поддержка гораздо шире. То есть фонд занимается служительской поддержкой. Человек, если он думает идти, ну, например, есть, ну, есть такие люди в нашем городе, которые, ну, например, никогда не были в филармонии. Или никогда не ходили на концерты с критичным музыкой или симфонического оркестра, кроме каких-то там городских праздников. И если этот человек задумывается, на какой концерт первый сходить, для того, чтобы понять, вникнуть и расположиться к такому виду искусства, то, наверное, первый концерт должен прийти на ум, или который он должен посоветовать, это концерт Международного скрипичного фестиваля, который максимально подготовлен для неподготовленного зрителя, который придет, и его будет поддерживать. И, правда, и этот цвет, и набор, и сама программа, и какие-то дополнения, которые не свойственны, в принципе, такого рода выступлениям. И это поможет ему сделать один из первых шагов, потому что понять, что на самом деле скрипичная музыка, это, правда, не настолько, академическая музыка не настолько сложна и страшна, как это, возможно, кажется, там, с самого детства, когда для всех, господи, кого-то там с подпалки в музыкальную школу, а меня, слава богу, это обошло стороной, и, наверное, я даже не буду туда ходить. А по факту, у нас есть яркий пример Вячеслав, который, который та же музыкальная, музыкальные практики и скрипичные медитации, филармонии сделали таким человеком, каким он есть сейчас. Да, и с музыкальной школой, да, и сейчас в современности с музыкой, с филармонией. Вот это такое мое субъективное дополнение. На самом деле я просто, правда, вожусь с вас уже призываю перейти к свободному общению, что, я думаю, есть у кого-то еще куча вопросов, может быть, каких-то более частых, может быть, про фестиваль, может быть, про предыдущие концерты, может быть, про какие-то планы, которые еще даже и нам, наверное, неизвестны. И, да, пожалуйста. Вот, подходите. Какие-то еще по остальным инструментам? Это был первый, а как и еще четвертый? Концерты? Нет, инструменты, которые... Ну, мы, на самом деле, на предыдущем мероприятии привозили две скрипки, трехчетвертные. И вот Юлия Вячеславовна играла на одной, на другой можно было сравнить. Значит, это два инструмента, один немецкий, один французский. Это тоже инструменты 19 века. Вот, и есть еще одна половинка. Да, кстати, эти инструменты, они до сих пор у нас находятся, мы пока их не передали еще. Но, на самом деле, просто это процесс такой, что вот не так, что вы говорите, хочешь играть? Ну, это не так происходит. Но, на самом деле, это происходит таким образом, что в веках мы общаемся со школой, да? Мы общаемся с заведующим отделением скрипичным. Это человек, который присутствует на всех технических, академических концертах, на технических зачетах. И человек, который знает, в принципе, все там 80 скрипачей, которые сейчас учатся в главной музыкальной школе города. Это с одной стороны. С другой стороны, музыканты эти юные, они там меняются, растут, да? То есть, очевидно, сейчас придет какой-то момент, когда кто-то вырастет, и ему нужен будет инструмент. Мы дадим тому А, который более талантлив, и Б, у которого нет возможности финансовой, ну, или как бы, которому тяжело условно приобрести самому, или нет инструмента. Вот. И есть еще одна скрипка, половинка, ее недавно отдали девочке. Я помню, мы ее фотографировали. Фотографировали. Да. Она в первом классе учится, такая очаровательная девчушка. И, ну, как бы, вот, пока ничего больше не могу сказать. Она там еще в самом начале, но вот она... А эта тоже немецкая? Она французская. Она такая красная, да, красная. У вас две немецкие и две французские? У нас три. Две немецкие и две французские. Да. Ну, и на самом деле у нас... Вот, предложения поступают. На самом деле, есть дилер, который, вот, тут, наверное, четыре инструмента мы в последнее время смотрели, пока ни одного не выбрали. Вот, но я знаю, что слухи о том, что мы что-то хотим купить, идут по миру, поэтому нам периодически что-то начинают предлагаться. Вот. Несколько смычков, мы говорим, речь. Да. Вот, несколько смычков, но об этом читается, что смычок это... Но я, опять-таки, будучи сам инструменталистом, знаю, что это очень важно. Смычок это... Марианна мне показывала такие смычки, что... У кого-то играет 24-й капли, сколько лет? Я думала, что на трансляции... Телефон, нет, телефон, я думаю. Чтобы мы не жаловались. Нет, это ритон у кого-то. Ну и на самом деле у нас у фонда поддержки мисикального образования есть социальные сети, если вы там еще не стоите, то мы как раз... Одно дело встречи между концертами, мы, конечно, планируем продолжить встречи и вне фестивальных вот этих промежутков между концертами, но там мы как раз будем делиться информацией про детей, потому что для нас, правда, очень важно, что дети занимаются на этих скрипках, достигают высот, побеждают в конкурсах. И это такие маленькие детали, вы узнаете и про девочку, которая получила четвертую скрипку, приобретенную фондом, и две наверняка, которые вот... маленьких талантливых музыкантов, вы об этом узнаете, и за этим можно следить, не привязываясь к фестивалю скрипичной музыки, но, в общем, следите, смотрите, делитесь, сообщайте. Я не знаю, может быть, интересно будет еще узнать, что мы... Ну, я думаю, что мы в ближайшее время озвучим уже программу второго фестиваля, и вот, на самом деле уже есть даты, но считается, знаете, у музыкантов так, что пока нет контракта, и нельзя анонсировать ничего. Ну, я поэтому ничего не хочу говорить, поскольку мы сейчас находимся в стадии подписания контракта. Единственное, могу сказать, что мы в следующем сезоне выходим на международный уровень, и в том смысле, что в следующем году мы привезем лауреатов конкурса Винявского в Россию. Вот, это большой, очень скрипичный форум из Польши, многолетний, очень известный, очень авторитетный. Вот, и первые три премии приедут в Петербург, вот, и надеюсь, что привезет их представитель жюри, это будет Максим Мингеров, вот, Максим обещал прилететь вместе с ними, вот, будут концерты в втором сезоне не только в Петербурге, но и в Москве. Вот, в частности, в Большом Зале Консерватории на днях уже подписали. Тебе можно еще задать вопрос такой общий, общий? Ну, я говорю, банальности, может быть, я все известно, но, как говорят, сейчас кризис, ощущение предвоенное какое-то, вообще жуть вообще, как бы. Вот недавно у меня, полгода назад мой знакомый купил, открыл багетную мастерскую, и я ему говорю, как же ты будешь, кому сейчас эти дарамы, так далее. Вдруг, оказывается, он говорит, что пошли заказы, и достаточно много. Я говорю, почему, казалось, это картины, а оказывается, он говорит, логично, наоборот, вот такие тревожные и тяжелые времена, люди как раз стремятся или уйти, или украсят свой мир. Вот что теперь, вот, вот, вот ваша деятельность и вот сегодняшняя политика государства мира, что, как вы оцениваете? Слушайте, мы, на самом деле, уже об этом долго думали, но дело в том, что мы, на самом деле, практически все концерты не приносят доходы никакого, они все убырочные, да, и они все покрываются за счет вот нас, владельцев фонда, да, мы покрываем их, ну, их было не так много, но это были выдающиеся концерты, эти концерты, как мы считаем, по нашему мнению, в них нуждался город, нуждались юные скрипачи, которых мы там сотнями приводим. Как народ, как зритель, как он и музыка, что сегодня, что настроение внутри такое? Ну, знаете, это вопрос очень тонкий. Вот сейчас выставка Серова в Москве, выставка Фрида Калу, да, вот считают маркетологи, что люди, с одной стороны, имеют потребность духовную, потребность в перемене, в путешествиях, но не имеют сегодня такой возможности, да, ведь их запрос на настоящую культуру, да, в том числе, это какой-то способ, ну, что ли, психотерапии, да. Уйти, а действительно. Ну, не то, чтобы уйти, но каким-то образом свою жизнь, ну, вот, пусть там, знаете, 2-3 часа, кому сколько там, куда он идет, да, но это вот такой способ изменения своей жизни на свободу. Я слышал такие оценки. Все самые безумцы, которые, как у пирожей, навевают сон золотой человеческий суздок, да? Слушайте, ну, знаете, я вам объяснил, на самом деле скрипка – это наркотик. Да. И взяв один раз этот наркотик, ты не можешь от него освободиться. Я вам это говорю как человек, с одной стороны, который играет на инструменте, но и как человек, который стоит в зале и видит, что происходит с залом на своей контакте, ты видишь, что полторы тысячи человек встают и начинают скандировать, да, в Большом зале филармонии, где это бывает очень редко, да? Ты понимаешь, что ты что-то сделал правильное и очень важное. Но я думаю, что мы просто не можем остановиться сами. Хотя нам тяжело, мы финансируем за счет наших бизнесов, они тоже в кризисе сейчас. Ну, жизнь, 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 не осталась. Вы понимаете сон золотой человечества? Слушайте, я думаю, что мы делаем то, что мы, а, считаем нужным, и, б, что мы можем делать. А если мы не сможем этого делать, то, очевидно, мы не будем этого делать. Но пока мы можем, мы это делаем. А дальше жизненно подскажут, может быть, нам кто-то будет помогать. Пока никто не помогает. Ну, по-моему, да. В человеческой природе заложено, в человеке заложено потребность пищи, не только физической, но еще и эмоциональной, моральной. И она должна быть очень хорошего качества, высокая. Поэтому это всегда, человек будет стремиться всегда к прекрасному. Ну, то есть такое. К классическому, да. Это, безусловно, это то, что из-за культуры начинает летать. Ну, нужно тут что понимать? Что мы находимся в такой, наверное, с одной стороны, мировой столице культуры, да, Петербург. С другой стороны, мы понимаем, что сегодня мы, в том числе, конкурируем с огромным количеством концертных организаций, в виде самой филармонии, концертного зала Мариинского театра, малый зала филармонии капеллы, да. Есть большая масса всяких квартир, там, да, музеев. Но, по сути дела, все мы конкурируем за слушателей, за людей, за их досуг. Даже этот ресторан, он, на самом деле, как это не смешно, он играет, и тоже в цепочке людей, вот досуг. Вот у человека есть свободные, там, тысяча рублей. Это очень провокационный вопрос. Нет, я понимаю, но... Нет, ну, почему? У нас замечательное отношение, на самом деле, с менеджментом. Нет, так это менеджмент. А вот чтобы вы, Ирина, изменили, давайте ваше мнение услышим, чтобы вы изменили. Нет, но я... Вы как частый посетитель филармонии? Нет, на самом деле, как поспал. Можно я, скажем, просто отстранил, потому что это, мне кажется, не очень такое прям... Сучка. Ну, нормально, почему? Нормальный вопрос. Просто мне со стороны, так кажется, что дело в изменять, как бы вы изменили ресторан этот, или как бы вы изменили филармонию, это площадка, ну, у которой есть какие-то... Нет, ну, я тебе объясню, это для тебя площадка. На самом деле, как говорится филармония, у нас, конечно, прежде всего, не тот зал возникает, да, а это вся программа, оркестры, все, что происходит в целом в этом комплексе. Да, ну, просто такая маленькая посещаемость, честно. Я не знаю, это вопрос очень спорный. Тоже концертного зала. Во-первых, я слышал такие оценки о том, что академическую музыку слушают 4%. Да, это общий уровень культуры, да, причем тут это не проблема филармонии. С другой стороны, есть вещи, которые мне не нравятся в филармонии, да, причем они не только касаются там репертуара, да, например, но и в целом того, что там происходит. Ну, вот для слушателя, да, там, не знаю, какие-то туалеты, там, шампанка теплая в пластиковом стакане, да. Ну, как бы, есть вещи, которые для современного человека очень важны, да. Мне надо привыкнуть к какой-то инфраструктуре, да, и вдруг тебе приходят, и вот эти вещи, они что-то шокируют. Мы можем, как бы, говорить, что это же такой храм высокий, а мне кажется, что это все равно важно. Я не знаю, ну, вот ты должен прийти, это же, ну, у тебя должен быть нормальный туалет, и если ты хочешь что-то съесть и выпить, это должно быть вполне себе такого качества. И это очень важно, и это тоже влияет на посещаемость. Но думаю, что сегодня в целом за слушателя и вообще за человека, за его досуг идет колоссальная конкуренция, да. И вот рестораны, они выигрывают сегодня, да, я уж не говорю про балет, там, или оперу, не знаю, ну, опера меньше, балет, конечно, прежде всего. То есть музыка самая беззащитная, нет никакой картины. Нужно прийти, по большому счету, закрыть глаза и воспринимать мир через уши. Это очень сложно, это как радио, самый интеллектуальный вид смысл, да, вы уже знаете, что. Это очень сложно, и поэтому я думаю, что развитие этого института и академической музыки лежит в области, в области вот как раз этого маркетинга, пиара. То есть мы должны делать все возможное для того, чтобы сегодня формировать вот ту нового слушателя, да, и он есть. Я вот, мы не вижу здесь сегодня, хотя должны были прийти ребята, мы в преддверии «Желтых звезд» делали экскурсию по потайным местам филармонии. Вы были, да? Да, извините. Значит, вот, да, я был потрясен, когда пришли ребята, я их никогда не видел, вот такие вот молодые все. И они все фотки, Владимир Абрамович от Шулер, делаем эту экскурсию. В общем, ничего он особенного им не показал. Он им показал там зеленую гостиную, красную гостиную, где дирижерскую, ну, то есть вот такие вещи, которые, в общем, в филармонической губерке все там бывали, все все знают. Вот, так я говорю, а что в итоге-то в результате? И мне Михаил прислал отчет. Значит, я вам могу рассказать, значит, по факту, значит, эта вот вся манипуляция, вот здесь, обошелся нам в 12 пилеров. Купленных, значит, 12 пилеров, чай, ну, чай, я не знаю, за чай платил, я знаю, что мы платили 12 пилеров. Значит, в результате 12 пилеров мы получили 13 500 лайков в Инстаграме на фотки, выложенные этими ребятами, вот, посвященными их этой экскурсии. Везде там были анонсы этого концерта «Желтые звезды», я не знаю, купили ли кто-то из этих людей билеты. Но за 12 пилеров мы получили 12-13,5 тысяч, то есть за один эклер, сколько эклер стоило, я не знаю, ну, сколько, может, эклер стоило? Рублей 130-х. Ну, конечно, нет, это было местное. Кассия, дешево. Нет, нет, у них дорогой, у них дорогие. Нет, не рев, слушаем, это все, конечно. А, наверху, наверху, который. Да, 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 мы покупали их там, и главное, что это пекарня филармоническая. У них филармония своя пекарня. Да. Ну, это все к тому, что мы обсуждаем филармонии, их подход к продвижению концертов, к маркетингу, к пиару, к... У них тоже были за Инстаграм месяц назад, кстати. Да? Нет, ну, нет, слушайте, но... Ну, потому что у нас-то задача привлекать как раз людей конкретно к нашим концерту. И понятно, что если бы в филармонии каждый концерт был битком, и было бы не протолкнуться, и тут бы еще появился фестиваль скрипичной музыки, то страшно было бы представить... Я думаю, что в целом филармония жива, она есть, она будет жить, и я на разные концерты хожу в филармонию, на очень разные концерты, мне потому что любопытка и интересно, то, что там происходит, и я думаю, что нельзя ни в коем случае говорить, что это гроб, знаете, кто-то забивает туда гвоздь, нет, это все живет, и это будет жить, я вот в этом никогда не... Нет, ну, это никто и шла будет. Вот, ну, просто постепенно... Нету рынка, понимаете? Нет, нет рынка. Получается какая-то странная история, что вроде филармония, с одной стороны, площадка, которую любой человек может взять в аренду, да, и проводить там проекты свои, а с другой стороны, сама филармония для самих себя не является, то есть они сами себе не платят аренду. То есть, грубо говоря, мы вроде как все делаем общее дело, проводим концерты экоземической музыки, да, но при этом мы в разных экономических ситуациях, если их проводит наш фонд, мы должны им заплатить аренду, а это несколько сотен тысяч рублей, ну, там, порядка полумиллиона, да? А сами они себе не платят эту аренду. То есть, грубо говоря, они могут себе позволить привезти там, не знаю, или вообще никого не привозить, просто играет оркестр, нас и не цепь, оркестр содержится за счет федерального бюджета, да? Не, ну, просто есть афиша московская, привезти оттуда исполнителя, это не так долго, а сравнивать его с невозможными. Ну, вы знаете, что, во-первых, как это ни странно, даже в рамках одной страны, одной страны, то есть Петербурга и Москвы, очень разные вкусовые, так сказать, индикаторы. Вот недавно, например, был концерт Луганского, да, с заслуженным коллективом России, ну, это титулованный пианист. Да, замечательно, но там, если было НЕС-400 коврена, вы будете... А московские филарманы, которые привезти к этого армониста, я с ними общаюсь, они говорят, они в шоке, они не могут понять, что происходит такое. А что вы, грубо говоря, удивляетесь, я говорю, ну, это просто другой город, и здесь... Ну, как, не понял? Это факты. Нет, а вот можно к Мариане еще вопрос. Не купите полный зал с коронными билетами, это две полные пианицы. Нет, 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 вот к Мариане еще вопросы. Друзья, стоп, 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 можно я как-то, я модерак, позволю себе, во-первых, к Мариане позволить присесть, вы что-то на стоите? Ой, а у нас еще вопросы были. Да, нет, задавайте. Да, Мариана, вот вы просто гастролирующий, да, музыкант, поэтому много видели разных площадок. Просто расставив все точки, надо, про нашу филармонию, просто мне обидно, я ее очень люблю, и тут вот какие-то провокационные вопросы задают. Да, вот, не, просто Юрий Хатувич как-то хорошо сказал, что, когда ему задали подобные вопросы, он сказал, что в Карнеги-Холл люди в основном ходят, чтобы показать себя. После второго деления они все уходят. У нас публика бедная, ну, в Петербурге, во всяком случае, и мы не можем даже повышать билеты в филармонии, делать их дорогими, потому что у нас бедная публика, но она образована, она культурная, она интеллигентная. Да, вы, да, вот просто так, вы играли на многих площадках, да. Расскажите, пожалуйста, вот чем действительно отличается публика петербургская от зарубежной? Мне трудно дать несубъективную оценку, просто потому что я здесь родилась, и как-то большой зал филармонии, это после Мариинского театра, у меня папа работает в Мариинском театре, то есть первое впечатление музыкальное, у меня было 4 года, я сидела в Яной энергетике щелкунчиком, кажется, а потом был большой зал. Поэтому это очень личное место, очень глубоко любимое, и я никогда не могу не сравнить, потому что настолько богата у нас культура, история этого зала, настолько пропитана энергетика такими уже столетней давности великими людьми, а то, что касается публики, это тоже, это всегда мне будет более понятно, это всегда мне будет более волнительно, потому что дома играть, как я знаю, это еще большая ответственность. Для меня это всегда будет дом, трудно сказать, это всегда мне будет лучше всего, несмотря на то, что я понимала, что сейчас находится это все положение, мне хотелось бы, чтобы в гармонии был нормальный маркетинг, чтобы был нормальный менеджмент, и с этим нашли какие-то контакты с массовыми зрителями, потому что встречаются сейчас уже молодые, молодое поколение, вот таком у меня был концерт в Италии, 24 каприса программы, не было мест, все билеты были распроданы, ставили уже стулья прямо на сцене, вот тут стою я, а вот тут вот в пяти метрах от меня сидит пара с дредами, то есть, по-моему, они случайно попали на этот концерт, и мне было интересно, остаются ли они на второе отделение, они остались. Это все доступно, это все понятно, это просто нужно уметь рассказать об этом, сделать хорошую рекламу, вот, а то, что для меня это будет всегда любимым залом, любимой филармонией, любимым домом, это, да. Спасибо вам большое, петербурцы вам тем же отвечают, спасибо.